На территории одной из школ города Община в Северском районе произошла стрельба, ранен ребенок и повреждено имущество. На месте событий побывал наш корреспондент Николай Сальников. Происшествие случилось во время школьной линейки. Ребят собрали в честь открытия летнего лагеря при учебном заведении. Всего на площадке находилось около 150 человек. Сотрудник нашей школы сообщил, что в его машину попала пуля. Он предположил, что пуля выпущена из пневматической винтовки. После этого сообщения мы всех детей увели в школу, чтобы никто не пострадал. При осмотре детей выявилось, что одна из девочек получила небольшое ранение. Ребенка увезли на скорой помощи и вскоре отпустили домой. Ранение угрозы для жизни не представляло. Стрелявшего долго искать не пришлось. О его оружейных подвигах знают все соседи. Обского стрелка зовут Максимцов Михаил Иванович. Мужчина предпенсионного возраста. В данный момент мы находимся возле его жилища. Расстояние от дома на улице Кирова до школы номер 26 составляет около 100 метров. Вести прицельную стрельбу из пневматического оружия на таком расстоянии представляется маловозможным. Впрочем, вполне вероятно, что на четкое попадание владелец пневматики и не рассчитывал, а просто палил в направлении школы. Стрельба велась активно. Помимо той пули, которая угодила в школьницу, был поврежден автомобиль сотрудника 26-го. Ну и, наконец, третье пулевое отверстие можно наблюдать здесь, на строительном вагоне. Пообщаться с Михаилом Максимовцем не удалось. К калитке возле его дома никто не вышел. Однако соседи, отказавшись говорить на камеру, в личной беседе сообщили много интересного. Стрельбы мужчина устраивает уже около пяти лет. От его пневматического оружия неоднократно страдали соседские домашние животные. Также, по словам местных жителей, четыре года назад Михаил Максимовцев на крыше своего дома установил радиооборудование, которое создавало помехи радиолокационным системам аэропорта Толмачева. Кстати, на этом же предприятии «Обской стрелок» и работает электриком. В данный момент делом занимаются в полиции. Николай Сальников, Константин Менин. Новости ОТС. Сальников, Константин Максимовцев